Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Добрый день, мои дорогие зрители. С вами я, Павел Бегичев, старокатолический митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела, Всемирный Совет Национальных Католических Церквей. И это 219-я серия программы «Самая важная жизнь Иисуса Христа». В этой программе мы хронологически согласовываем материалы четырех канонических Евангелий, рассматриваем жизнь нашего Господа и пытаемся понять, что же важного должно произойти в нашей жизни в связи с приходом Бога в мир. Про глупцов есть немало анекдотов. В еврейском фолклоре есть город Хелм, населенный недалекими людьми. И вот однажды в комитет мудрецов города Хелм обратилась заплаканная женщина и сказала, «Мой муж вот уже полгода как ушел за хлебом и пропал. Что мне делать?» Мудрецы сказали, «Надо посовещаться, завтра приходи». Она так и сделала, и на следующий день глава комитета мудрецов дал ей официальный ответ. «Мы обсудили твой вопрос, женщина, во всех подробностях и решили, что ты больше, пожалуй, не жди, сходи уже за хлебом сама». По-моему, очень смешной анекдот. Глупость выглядит забавно, но может привести к весьма печальным последствиям. Когда первосвященники и старейшины первый раз привели Иисуса к Пилату, об этом мы читали в 27 главе Евангелия от Матфея, в первом и втором стихах, «связав его, отвели и предали его Понтию Пилату правителю». Так вот, это было еще раннее утро пятницы, приблизительно около пяти часов утра. Иоанн потом напишет, что от Каиафы повели Иисуса в приторию. Было утро, и они не вошли в приторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Мы читаем об этом в Евангелии от Иоанна 18-28. Притория — это не столица Южной Африканской Республики в данном случае. Нет. Притория — это резиденция правителя в Иерусалиме, и, вероятнее всего, она находилась в крепости Антония, то есть она располагалась с северной стороны храма. Так вот, в притории правитель выносил решения по делам, которые к нему приносили. И, как мы уже говорили с вами неоднократно, евреи, жившие на севере, включая евреев из Галилеи, таких как Иисус и его ученики, уже отпраздновали Пасху накануне. И это было сделано специально, из-за большого наплыва паломников. А вот евреи с юга, к числу которых принадлежало большинство религиозных вождей, праздновали Пасху на день позже. И в том году это была пятница. Поэтому члены Синедриона еще не принесли жертвы, еще не вкушали пасхальную трапезу. А так как раввинское предание гласило, что посещение дома язычника или языческого здания церемониально оскверняло, то они отказались войти в приторию. И вот логический центр сегодняшнего фрагмента слова Пилата из 22 стиха. «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Это глупое заявление. Глупость. Поэтому мы и начали с глупого анекдота. Вернее, с анекдота про глупость. Хотя и анекдот, конечно, не самый умный. Это все равно, что две мухи сидят на слоне и решают, что нам сделать с этим слоном. Он слишком много знает. Люди всерьез думают, что они могут решить судьбу Иисуса. Но, ребята, все будет наоборот. Это Иисус однажды будет решать вашу судьбу. Однако, к сожалению, глупости от этого не становится меньше. Глупо размышлять о том, что ты сделаешь с Иисусом. Давайте прочитаем сегодняшний фрагмент. Это Евангелие от Матфея, 27 глава, с 11 по 26 стих. Мы читаем Евангелие от Матфея. Хотя об этом же можно и у Иоанна прочитать. Но у Матфея есть один очень такой уникальный фрагментик, которого нет больше ни у одного евангелиста. Это сон жены Пилата. Ну да ладно. Давайте прочитаем. Иисус же стал перед правителем. Греческое слово «егемон» здесь использовано. «Гегемон» — «гегемон» — «правитель». Иисус же стал перед правителем и спросил его правитель. «Ты царь иудейский?» И Иисус сказал ему «ты говоришь». И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат «не слышишь, сколько свидетельствуют против тебя?» И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма удивился. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варавва. И так, когда собрались они, сказал им Пилат, «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Варавву или Иисуса, называемого Христом?» Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их, «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали «Варавву». Пилат говорит им, «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все, «Да будет распят». Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы». И, отвечая, весь народ сказал «Кровь его на нас и на детях наших». Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. «Что я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Тут много вопросов, которые можно было бы задать себе. Кого хотите? Варавву или Христа? Что я сделаю Иисусу, называемому Христом? Что может делать, и с успехом делается Иисусом человечество? Ничего, кроме глупостей, не выходит. Восемь глупостей описаны здесь, которые мы совершаем порою ежедневно, и которые ни в коем случае совершать бы не надо. Во-первых, глупо лже свидетельствовать. Иисус же стал предправителем и спросил его правитель, «Ты царь иудейский?» И Иисус сказал ему «Ты говоришь». И когда обвиняли его первосвященники и старейшины. Ну вот, другие Евангелия позволяют нам реконструировать этот разговор полнее. То есть мы можем не сомневаться в том, что Пилат был более чем возмущен, когда его подняли в раннее время, в пять утра. Но, конечно, он был больше обеспокоен тем, чтобы не вызвать гнев у еврейских вождей накануне большого религиозного праздника. Народа-то в Иерусалиме много, тут и стража может не справиться. Иерусалим с трудом вмещал просто толпы паломников. И вот религиозные вожди не могли войти к Пилату, чтобы можно было есть Пасху, чтобы не оскверниться. Иисуса Христа предавали чистые в религиозном отношении люди. И мы читаем, что прокуратор вышел к ним, вероятно, на крыльцо или на балкон, и сказал «В чем вы обвиняете человека этого?» И они довольно самоуверенно стали говорить «Если бы он не был злодеем, мы не предали бы его тебе». Иоанна 18.30. То есть, по сути, они самого прокуратора упрекают. Типа, ты что, нам не доверяешь? Ставишь под сомнение нашу честность? Нам как будто интересно в пять утра вставать. Да мы и не ложились особо еще. Мы всю ночь тут провели в работе. Ну, конечно, в их планы не входило, чтобы Пилат как-то честное судебное разбирательство тут устраивал. Уже решение-то, собственно, принято. Чего тут уже и огород-то городить? Утверди уже наше решение. Слушай, все спать хотят. И тебе можно уже будет пойти поспать. И нам уже тут у нас Пасха, народ. Зачем оно тебе надо? Слушай, ну такой подтекст. Мы уже вынесли смертный приговор, все решили. Но прокуратор не хочет вмешиваться. Он говорит, возьмите его вы и по закону вашему судите. Интересно, кстати, что Синедрион даже не пытался получить разрешение римских властей на казнь, когда Стефана побивали камнями. Или когда через несколько лет замышляли убить Павла. Поэтому вот они тут начинают лукавить. Они говорят, нам не позволено предавать смерти никого. 31 стих, 18 глава Евангелия от Иоанна. Они прямо, конечно, врут. Они не только хотели предать смерти Иисуса, но при этом еще пытались переложить ответственность за казнь, чтобы собственный народ в случае чего на них не попер. Потому что кто его знает? Ведь это же очень популярный все-таки человек. Он бесплатно бутербродами кормил, там исцелял. Наверняка найдутся защитники. Вдруг так повернется, что народ нам скажет, да вы афонарели его убивать. Так пусть его Понтий Пилат казнит. Тогда мы можем сказать, да мы-то здесь при чем? Мы не хотели. Но он богохульник, Пилат его приговорил. Мы тут вообще как-то, мы тут мимо проходили просто. Он же по политической статье был казнен римлянам. Мы же как? Мы же всей душой. Мы же не против. Именно поэтому Иисуса не побивают камнями, а требуют римской казни. И Иоанн подчеркивает, чтобы сбылось слово Иисуса, которое сказал он, давая разуметь, какую смерть он умрет. То есть он должен быть распят. В Евангелии от Луки также есть еще такое дополнение о том, что первосвященники и вожди сфабриковали голословное обвинение в подстрекательстве к мятежу. То есть на Синедрионе его обвинили в богохульстве, но Пилату подсовывать обвинение в богохульстве, Пилат им скажет, богохульствует, ну и сами судите. Нет, тут нужна была политическая статья. Мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом, царем. Луки 23, 2. То есть они врут. И вот тут задает Пилат вопрос, который уже и Матфей записал. Ты царь иудейский? То есть Пилат все-таки вот тут уже, да, притязание на царский трон, это, конечно, политическая статья, это юрисдикция уже Рима и так далее. И Иисус по иудейской традиции отвечает вопросом на вопрос. А ты от себя ли говоришь это? Или другие тебе рассказали обо мне? Чем обнаруживают, ну, некую проницательность. Тут Пилат должен внутренне вздрогнуть. На что, опять же, прокуратор тоже отвечает вопросом на вопрос. Все-таки жизнь в иудее наложила на него отпечаток. Отвечать вопросом на вопрос, знаете, евреи могут ведь долго. Пилат отвечает, разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал? Ну и тут уже Иисус говорит, царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда. И возможно, что в этот момент Иисус сказал, «Ты говоришь, ты говоришь, что я царь. Я на то родился и пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает голос мой». Иоанн, 18, 37. Пилат говорит, что есть истина, и уходит. Вот он задает вопрос, но не имеет мужества выслушать ответ. И опять вышел к иудеям и сказал, «Я никакой вины в нем не нахожу». И вот заявление «не нахожу» означает, что судебное решение я вынес. Нет в нем вины, невиновен. То есть Пилат Иисуса первым своим судебным решением оправдывает никакого гражданского или уголовного преступления. То есть говоря современным языком, Пилат дело закрывает за недостаточностью улик. То есть этот человек отвечает уклончиво, не бьет себя в грудь, не говорит, «Да я царь, да вы все тут поплатите». То есть он не ведет себя ни как мятежник, ни как сумасшедший. Он говорит, «Царство мое не от мира сего, я вот царство мое, это царство истины». А, ты про истину? Да, истина относительно. Ладно, царствуй там в своем мире грез и какой-то истины. Конечно, чего его казнить? Это же просто религиозный фанатик, либо сумасшедший, либо еще. Ну, как бы, да нет, да даже и не сумасшедший. Ну, просто верует человек вот так. Пусть верует. И мы видим, что Матфей еще делает ремарку. Он знал, что предали его не из того, чтобы были верны Риму там, но предали его из зависти. То есть Пилат все это, конечно, считывает. При этом Пилат объявил Иисуса невиновным, но от членов Синедриона так просто, знаете, не отделаться. Всю ночь не спали. Что это мы сейчас уйдем в освоясь? Когда Пилат снова стоит перед ними на балконе притории, первосвященники и старейшины начинают выводить обвинения на новый уровень. И вот опять в Евангелии от Луки мы читаем, они настаивали, говоря, что он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до этого места. Они лгали, конечно. Им хотелось лгать, наговаривать на Иисуса. И в этом есть наше преступление. Очень глупо, очень глупо лжесвидетельствовать. Но вторая глупость мы видим здесь дальше. Такая эскалация глупости происходит. Глупо дивиться Божьему молчанию в этом случае. Мы читаем. Он ничего не говорил. Тогда говорит ему Пилат, не слышишь, сколько свидетельствует против тебя? И не отвечал ему ни на одно слово. Так что правитель весьма дивился. Интересно, что тут тоже греческое слово, что в Евангелии от Марка 1, 27. То есть люди там ужасаются великим чудесам Иисуса. То есть Пилат не просто здесь пожимает плечами, идет, дурачок. Он сильно потрясен. Что поразило Пилата? В данном случае его поразило не чудо, а скорее отсутствие чуда. Его поразило молчание. Обычно так оболганные, приговоренные узники себя не ведут. Вот в этот момент человек обычно начинает просто фонтанировать всякого рода потоками слов, оправданиями, версиями, почему его нужно оставить в живых. И избежает смерти любой ценой. Человек начинает здесь много говорить обычно в этом месте. А Иисус вдруг замолкает, уклоняется от объяснений. Мы-то понимаем причину. Что бы он сейчас ни сказал, все будет неверно понято. Почему он не представляется? Я вот, знаете ли, Бог, спаситель человечества. Ну, он прекрасно понимает. Не поймет Пилата, особенно в этой ситуации. Это как если бы, вот, когда я там познакомился со своей женой, там, а она вот в тот момент уже была в меня влюблена, как она потом рассказывала. Ну, то есть, было бы даже совершенно глупо в тот момент, вот, там, познакомиться. Я говорю, ну, вот меня там Паша зовут. А она бы сказала, а я, вот, знаете, Света, я твоя будущая жена, потому что ведь никто никогда тебя не полюбит, так как я... Ну, конечно, я бы просто сбежал. Она, будучи умной женщиной, конечно, не так представлялась. Нет, женщина становится женой не тогда, когда она решила, что все, она уже станет женой, а тогда, когда я решил назвать ее женой. И мы вместе уже решили это. А я становлюсь мужем, когда она решила назвать меня мужем. И мы вместе произнесли эти обеты перед алтарем. Так и с Богом. Бог не представляется нам. Здравствуйте, я ваш Господь и Спаситель. Пожалуйста, под мою крепкую руку, пожалуйста, исполнять мои заповеди. Сначала мы должны его узнать, назвать по имени, закричать «Господи, помилуй!» И вот тогда он вступит с нами в разговор. В этом преступлении требовать от Бога знамений, чудес, вместо того, чтобы самому совершить чудо, чудо узнавания Бога и призывания имени Его. Поэтому и сказано, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но глупость развивается дальше. Ведь глупо знать, как правильно, но делать, как удобно. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варавва. И так, когда собрались они, сказал им Пилат, «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Варавву или Иисуса, называемого Христом?» Ибо знал, что предали его из зависти. То есть Пилат, мы видим, всячески хочет Иисуса отпустить, но теперь уже не может. Иудеи извлекли свой главный козырь. Ты не друг кесарю, если отпустишь его. Читаем мы в других Евангелиях. А вот это уже страшно. Пилат уже трижды серьезно провинился перед римским императором. Пилат правил Иудеи около четырех или пяти лет, но его правление было отмечено серьезными ошибками, приведшими к тому, что не только его положение, но и жизнь оказалась под угрозой. Мы просто это знаем уже из истории. Во-первых, он умышленно оскорбил евреев, когда приказал своим воинам внести в Иерусалим знамена с изображением Цезаря. Он действительно сделал эту глупость, совершенно не разобравшись в еврейско-религиозной политике. Евреи считали такие изображения идолами. Предыдущие правители, кстати, прокураторы, избегали выставлять символы с изображением императора в публичных местах, особенно в святом городе в Иерусалиме. И сначала евреи послали делегацию к Пилату с просьбой эти знамена убрать. Он согнал их в амфитеатр и пригрозил, что если они не прекратят настаивать на своем, то он прикажет им всем отрубить бошки, просто сейчас поотрубать. Воины вот сейчас возьмут мечи и всем вам голову поотрубают. И тогда первосвященники, вот это, кстати, они совершили ведь мужественный поступок. Они обнажили просто свои шеи и легли на землю. Руби! Пилат отказался от угроз и убрал знамена. Ну, его же послали в Палестину, чтобы все-таки мир там поддерживать, а не бунт провоцировать. В общем, тут он вот не устроил резню, а чуть-чуть отступил. Но после этого Пилат реквизировал, как бы сейчас сказали, изъял, принудительно изъял деньги из сокровищницы храма, чтобы построить водопровод. И вот тогда евреи уже подняли мятеж. Пилат послал воинов, переодетых в гражданское, и жестоко убил многих безоружных, ничего не подозревающих людей, которые протестовали против решения построить водопровод. И вот Лука пишет об этом. Галилейни, кровь которых Пилат смешал с жертвами их. Это вот во время той самой резни как раз произошло. То есть по приказу Пилата было вырезано просто население. Иерусалим, башня Силаамская, помните, упал там еще. Но это было другое, правда, дело. В общем, короче, это был бунт и резня. И, конечно, на Пилата настучали. Потом он совершил еще один, как бы сейчас сказали, косяк. И это уже чуть не стоило Пилату его статус, его место. Он решил изготовить такие особые щиты для своей охраны в крепости Антония. И, желая завоевать расположение императора, выгравировал на них просто изображение Тиберия. И на этот раз, ну, то есть в первый раз он убрал эти изображения со знамен, а тут щиты на щитах. И тут евреи уже к нему не пошли, а просто настучали Цезарю. Он сказали, мы поднимем восстание, если изображение не уберут. И тогда Тиберий просто потребовал уже от Пилата немедленно убрать все щиты. Аж Тиберий был государственник. Ему отсутствие мятежа было дороже, чем вот этот подхалимский жест Пилата. И вот здесь Пилат уже не без оснований боялся, что следующий мятеж евреев будет стоить ему уже либо место, либо даже жизни. То есть у него было два крупных косяка уже. На него уже жаловались. А если на тебя придет уже третья жалоба, причем справедливая, ладно бы донос, за которым ничего не было, но тут, похоже, дело пахнет большой кровью. Кстати, потом он все-таки не удержался. Потом он там совершил такое избиение самарян, которые пришли тоже на поклонение. И самаряне, опять же, к римскому правителю. Помните, там Квериний был, восстал Сирии, но вообще, то есть, иудея подчинялась как бы Сирии. То есть римскому послу в Сирии нажаловались уже самаряне, и тогда Пилата вызвали в Рим на ковер к начальству, к императору, чтобы, пиши объяснительно, объяснить, нужно было свои действия. В общем-то, тогда на этом политическая карьера Пилата закончилась. Как гласит предание, он был выслан в самую северную, отвратительную часть римской провинции, в Галлию, в общем, на юг Франции. Тогда это считалось дыра жуткая. И там считается, что он покончил самоубийством, и, кстати, мыл все руки, не мог их вроде бы как отмыть от крови праведника. Уж не знаю, правда это или неправда. Лука повествует, что Пилат, услышав от еврейских вождей, что Иисус возмущает народ, начиная от Галилеи, до этого места, спросил Иисуса, ты, слушай, ты что, галилейнин, что ли? И когда узнал, что Иисус галилейнин, а, все, я нашел, кажется, на кого свалить. И отослал Иисуса к Ироду Антипе, правителю Галилеи, который, по счастливой случайности, в тот момент находился в Иерусалиме. И об этом уже мы читаем в Евангелии от Луки. Начался второй этап политического суда над Иисусом. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо. Ирод Антипа обезглавил Иоанна Крестителя. Иисус никогда не навещал Тевериаду в Галилее, столицу Тетрарха, поэтому правитель его никогда не видел, он о нем слышал, хотел встретиться с Иисусом исключительно из любопытства увидеть, как этот чудотворец какое-нибудь чудо совершит лично для него. Кстати, в рок-опере Иисус Христос – суперзвезда Ирод поет такой диксилент, такой это вот прям очень такое стопроцентное попадание в характер и так далее. Ирод предлагал ему многие вопросы, читаем мы, Иисус ничего не отвечал ему, первосвященники же и книжники стояли и усиленно обвиняли его. Ну, то есть, мы не знаем, о чем Ирод Иисуса спрашивает, но наверняка его вопросы носили поверхностный характер, типа, вот у меня бассейн, а можешь воду в вино превратить, вот всю там, можно я вот в вине буду купаться? Ой, ну ладно, хорошо, а можно я по воде похожу? Я слышал, у тебя получается. Иисусу было, конечно, нечего совершенно сказать ему, да и не было необходимости что-либо тетрарку объяснять ни об учении своем, ни о своей деятельности. Это метать бисер перед свиньями. При этом Ирод, как человек, который больше был озабочен развлечениями и каким-то своим вот комфортом, он понимал, что Иисус не представляет никакой серьезной политической угрозы ни для него, ни для Кесаря. Иисус уже настолько был избит членами Синедриона, все его лицо было покрыто синяками, кровоподтеками, плевками. Подсудимый представлял собой просто молчащего, избитого человека. И напоминал кого угодно, только нецарственную особую и опасного преступника. Но раздраженный молчанием Иисуса, вероятно, надеясь успокоить шумных первосвященников, Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. То есть вот здесь греческое слово светлое, буквально блестящее или сверкающее. Вот еврейские цари как бы во время коронации одеваются. Ну, то есть его одели в такую царскую одежду, типа, вот, полюбуйтесь, да. Человек избитый, оплеванный, весь в крови, в царской одежде. Ирод, конечно, не объявил Иисуса невиновным, как это сделал Пилат, но не выдвинул против него никаких дополнительных обвинений. И опять обнаружилось, что Христос невиновен. Тетрарх посмеялся над Иисусом и как-то над ним поиздевался. Может быть, еще его побили. Но вины никакой не нашел. Не объявил невиновным, и виновным тоже не объявил. Эскалация глупости продолжается. Преступной глупости, жестокой глупости. Глупо игнорировать последнюю милость от Бога. Между тем, как сидел он, то есть Пилат, мы читаем снова Матфея, да, на судейском месте жена его послала ему сказать, не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него. Несомненно, ее поступок был вне правил, да, то есть обычно она не вмешивалась, когда муж занят серьезным судебным делом, особенно таким щекотливым, как это дело. Ведь сидеть на судейском месте означало официально выполнять обязанности судьи. И даже жена прокуратора не посмела бы войти без приглашения, если бы не было причины очень серьезной. Она знала о первоначальном решении Пилата объявить Иисуса невиновным, боялась, как бы еврейские вожди не заставили его передумать. Возможно, что Пилат и его жена на протяжении всей недели не раз говорили об Иисусе. Все знали ведь о торжественном въезде Иисуса в Иерусалим. Это, знаете, не спрячешь. О его чудесных исцелениях, включая воскрешение Лазаря недалеко от Иерусалима. Он знал, что Иисус посмел публично очистить храм. Может быть, они с женой даже смеялись над первосвященниками и как бы так невольно симпатизировали Иисусу. Дескать, ну, слушай, ну он этих индюков уел. Ох, какие рожи в них были, когда он там все в храме перебутырил. Ну, вообще. То есть, вообще-то, они могли ознакомиться. Наверняка, может быть, они даже и запрашивали, о чем он там учит, чему там он, о чем он говорит-то. И Пилату все докладывали. И казалось бы, вот тебе голос Божий. Дважды. Вот с небес там голос Божий. Вот он ведет себя, как власть имеющий. Вот он чудеса творит. Лазаря воскрешает. Вот он въезжает в Иерусалим. Здравый смысл тебе говорит, что он сын Божий. И вот теперь еще и сон жене Пилата. Настоящие откровения, они ведь, знаете, приходят редко. Тот, кто постоянно там слышит голос Божий, скорее всего, лжет или самообманывается. Скорее всего, жена Пилата не была вздорной, взбалмошной женщиной. Обычно жены римских патрициев были очень сдержанными, очень трезвомыслящими. Она была практичной римлянкой, которая потому и перепугалась, что чуть ли не впервые в ее личную жизнь вторглось что-то небесное. И вдруг мужниной проблемой, которой обычно женщин не касаются, стали и ее проблемой. Я во сне много пострадала за него. Мне кажется, что Бог послал сон жене Пилата, чтобы она обратилась ко Христу и спасла мужа от гиены огненной. Смерть Иисуса была в Божьем плане, но все же каждый из нас может избежать роли палача. Пилат не нарушил бы волю Божью, конечно же, если бы отказался казнить Иисуса. Иисуса все равно бы убили, распяв на кресте. Предсказание отменить нельзя, но можно было избежать этой участи, стать человеком, подписавшим официальное обвинение и вынесение смертного приговора. Пилат получил бы шанс уверовать. Святитель Иоанн Златоуст пишет, после доказательств, заключавшихся в делах, немаловажная вещь была и сон. Но почему же не сам Пилат видит его? Или потому, что жена была более достойна его? Или потому, что если бы видел он, то не поверил бы ему? И даже, быть может, не сказал бы о нем? Поэтому так и устрояется, что видит этот сон жена, чтобы это сделалось известным для всех. И не просто видит она сон, но и страдает много, чтобы муж, хотя и сострадание к жене, помедлил совершать убийство. Но Пилат проигнорировал это сообщение. Святитель Афанасий Великий пишет, что на суде Пилата, после того, как прокуратор умыл руки, Господь не ответствовал боли, вразумлял же паче жену его, чтобы не по слову, но по явлению силы уверовали, что судимый есть Бог. И, конечно, существует христианское предание, что жена Пилата обратилась ко Христу. Имя ее Прокла или Прокула в апокрифе обращения Пилата, правда, кстати, да, вот. Позднее Прокулу стали отождествлять с христианкой Клавдией, упомянутой у апостола Павла, и два имени объединяли в двойное имя Клавдия Прокула. Ну, в этом произведении и Пилат покаялся в конце концов. И снова Цезарь учинил допрос Пилату и приказал затем начальнику по имени Альби отсечь голову Пилату, сказав, как он наложил руки на праведного человека, именуемого Христом, так и сам должен пострадать, и не будет ему спасения. Пилат же, придя на место казни, взмолился про себя, Господи, не наказывай меня вместе со зловредными евреями, ибо не схватил бы я тебя, если бы не вынудил меня народ беззаконных иудеев, затеявших мятеж против меня. Ты знаешь, что я совершил это по незнанию, не уничтожай меня за этот грех, и не помни зла мне и рабе твоей прокли, которая стоит рядом со мною в час моей смерти, и которую ты избрал для пророчества о том, что будешь ты пригвожден к кресту. Не наказывай ее за мой грех, но помилуй нас и причисли к сонму праведников твоих. И как только окончил Пилат молиться, раздался голос с неба, благословляют тебя все колены и все отцы народов за то, что из-за тебя исполнились все пророчества обо мне. И во время второго пришествия моего ты сам будешь свидетелем, когда я буду судить двенадцать колен Израиля и тех, кто не принял имени моего. И как только префект отрубил голову Пилату, тотчас ангел подхватил ее, жена же его прокла, увидев приблизившегося и взявшего голого Пилата ангела преисполнилась радостью и испустила дух и была похоронена вместе с мужем своим. Существуют, конечно, как я уже сказал, и другие версии смерти Пилата Евсевики Сарийский говорит о его самоубийстве, но мы не знаем. Вот это апокриф довольно недостоверен. Уж мы точно знаем, что в тридцать седьмом году преемником Тиберия Каллигулы он был отстранен из-за поступивших жалоб, обвинявших Пилата в жестокости. Не знаем судьбу Пилата, конечно, хочется верить в лучшее, что он покаялся. Не зря все-таки этот апокриф среди христиан был очень живуч. Хочется верить, что Пилат все-таки глупость-то победил. Но пока еще мы во времени действия 27 главы Евангелия от Матфея эскалация глупости продолжается. Пятое. Глупо выбирать зло вместо добра. Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить ворову, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их, кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам? Они сказали ворову. Пилат говорит им, что же я сделаю Иисусу называемому Христом? Говорят ему все, да будет распят. Правитель сказал, какое же зло сделал он, но они еще сильнее кричали, да будет распят. Вот мне всегда интересно было, возбудили народ просить ворову. Какова техника возбуждения? Ну, явно не такая, как там Гитлер, знаете, при помощи такой вот истеричности, своих выступлений там якобы возбуждал немецкий народ. Да нет, конечно, немецкий народ долго искал кого-то вроде Гитлера и уцепился за Гитлера из-за отсутствия хоть кого-то более приемлемого. Возбудили народ, ну, наверняка там были какие-то такие клатеры, какие-то подосланные люди, которые стали кричать ворову, ворову, большинство их все равно. Кричат ворову, ну и я буду кричать. Кричи, что все кричат. Кто такой ворову? Синоптики, синоптические Евангелия, то есть Марк, Лука и Матфей называют ворову его товарищей стасиастом, бунтовщики, повстанцы, участники, ну, стасей, да, то есть Иоанн называет их Лестес, то есть разбойник, бандит с большой дороги. То есть это не вообще повстанец, потому что в тюрьме было много участников бунта, а ворову был еще и убийца, то есть он во время бунта убил, именно только его и собираются поэтому казнить. Ворову просто называют разбойником Иоанна 1840. Разбойник, бандит, но еще и бунтовщик. Разбой, нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, как правило, с оружием. Ворову такой типичный пассионарий, и народ считал свой выбор правильным. Свобода, целостность, независимость Израиля выглядели тогда гораздо привлекательней, чем призывы к любви, к подставлению второй щеки. Лучше распять этого слюнтяя, который даже несмотря на поддержку масс, не смог стать царем, не захотел, вернее. А ворову это такой древний чагевара. Пусть нам дадут лучше в вожди чагевару. Сегодня чагевара гораздо популярнее у многих, чем Христос. Христос многими воспринимается как дезертир, предатель. Какое же зло сделал он? В ответ распни его. Логика пассионариев. На вопрос отвечать глаголом повелительного наклонения. Вам помочь? Пошел... Ну и дальше мат. Пошел прочь. Убирайся. Ты, кажется, сын Божий Христу говорят. Пошел ты к своему Богу. Шестая глупость. Глупо пытаться заглушить голос совести. 24 стих. Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал, не виновен я в крови праведникова всего. Смотрите литьевы. Ну, вот да, мы уже говорили, что он учинил кровавую расправу над самарянами года через три после этой казни. И это привело к тому, что его, собственно, отправили в Рим. Там политическая карьера его закончилась. Вот Евсей Викисарийский пишет, что в Галлии он покончил жизнь самоубийством, мучился, все, мыл руки, все время видел на них кровь, не мог отмыть кровь с рук. Ну, вот есть предание вот это эфиопское, да, что Пилат обратился ко Христу. Но вот в жесте в этом вымовении рук столько беспомощности. Мне все время жалко Пилата, моющего руки. Интересно, что Матфей пишет об вымовении рук Пилатом, а Иоанн пишет об вымовении ног Иисусом. Христос омывает чужие ноги, Пилат умывает свои руки. Все люди делятся на две категории. Те, кого омыл Иисус в святом крещении, будут спасены, а те, кто трет себя своими разными пемзами, губками и прочими мочалками самоправедности, успокоение совести никогда не отмоются. Седьмое. глупо согласиться с проклятием. Двадцать пятый стих. И отвечая, весь народ сказал, кровь его на нас и на детях наших. Вот эта толпа перед приторией насчитывала, вероятно, несколько тысяч евреев, и от имени всего Израиля они вынесли себе приговор. Это был приговор, которым часто оправдывали антисемитизм и еврейские погромы, что тоже мерзко и, конечно, абсолютно неправомочно. Но это был действительный приговор, который с молчаливого согласия всех неуверовавших во Христа иудеев привел к тому, что ветвь Израиля отломилась от природной маслины, от дерева Божьего искупления. Об этом пишет апостол Павел в послании к римлянам 11.17. Они отломились неверием. Вот в тот момент, когда они сказали кровь его на нас и на детях наших, Израиль перестал быть народом привитым к дереву искупления. Он не перестал быть народом Божьим. Он еще обратится ко Христу. Верный остаток. Но неудивительно, что с того страшного дня еврею очень трудно стать христианином. Такое случается, бывает, но это очень трудно. И неудивительно, что и народ в целом, и отдельные люди находятся под карающей Божьей рукой. Это не оправдание антисемитизма. Антисемитизм, как и любая ненависть, греховен, порочен, мерзок. Нам, как христианам, запрещено уничижать даже неверующих евреев, иудеев. Апостол Павел ведь полностью пишет, как, римлянам одиннадцатая глава с шестнадцатого по тридцатой стихи. Если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться, хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою, не гордись, но бойся. Если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя. Итак, видишь благость и строгость Божью, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божьей. Иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины, и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов. Возрядно того, которого пронзили, однажды иудеи обратятся ко Христу, верующий верный остаток Израиля. Однако проклятие все-таки есть над всеми неуверовавшими, иудеями или еленами, или русскими. Глупо под это проклятие вставать. И, конечно, восьмой этап глупости глупо мучить и убить Бога. 26 стих. Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса биф предал на распятие. В конце второго слушания Пилат намеревался наказав Иисуса отпустить его. Читаем мы в Евангелии от Луки 23 16. Так наказав его отпущу. Но евреи не удовлетворились просто бичеванием, каким бы суровым оно не было. Они настаивали на смертной казни. Поэтому после того, как по требованию толпы Пилат отпустил Варавву, Иисуса он биф предал на распятие. У Иоанна это очень так вот, знаете, величественно, просто и страшно написано. И взяли Иисуса и повели. Взяли и повели, как ребенка, Бога, повелевающего всей энергии Вселенной. Иоанн говорит, что Пилат приказал бить Иисуса во время процесса до того, как отпустил Варавву. Возможно, что Иисуса даже дважды били. Пытки во время судебного процесса были вплоть до 19 века совершенно естественной частью правосудия. Пытали просто для того, чтобы удостовериться в истинности показаний. А пытка перед распятием это просто уже часть начинающейся смертной казни. Хлыст, которым бичевали Иисуса, такую короткую рукоятку, к концу которой были прикреплены несколько кожаных плетей с острыми металлическими или костяными наконечниками. Человека, которого нужно было бичевать, привязывали к столбу за запястье рук, поднятых вверх. Ступни не имели опоры, поэтому тело тяжело обвисало. Били зачастую два человека, стоя по обе стороны жертвы. Били по спине, чередуя удары. Мышцы от таких ударов рвались, вены и артерии лопались, часто были видны даже внутренние органы, и нетрудно догадаться, что многие люди умирали даже раньше, чем их выводили на казнь. Мы не знаем, насколько израненным было тело Иисуса, но он так ослаб, что не смог нести свой крест, как мы читаем в Евангелии от Марка. Его били и предали на распятие. Пророк Исаия пишет, что был обезображен лик его пачи всякого человека. Скорее всего, там действительно все было разорвано, кровь лилась просто ликой, запекалась, видны были внутренние органы, он был ослаблен, ну, и обезображен. Страсти Христовы начались. Но, несмотря на все обвинения, прозвучавшие в ту трагическую ночь, на самом деле суд совершился не над Иисусом, а над всем миром, над человечеством. Евреи осудили себя, когда жестоко потребовали распять его. Толпа осудила себя, когда бездумно последовала за своими вождями. Ирод осудил себя, когда насмехался над царем царей. Пилат осудил себя, когда позволил предать смерти невинного человека, избрав варавву, разбойника, убийцу, вместо сына божьего. Может быть, кто-то потом раскаялся в своем поступке и одержал победу над губительной глупостью. Самое время и нам обратиться от глупостей ко Христу. Господь с вами. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Увидимся. Идите